Добро пожаловать, Костя. Добро пожаловать, Лёша. Привет. Скажи, пожалуйста, Костя, зачем искать баги в продакшене? Почему не найти их до продакшена? Не от хорошей жизни. Мы пытались, у нас не получилось. У нас получилось, но мы не все нашли. А может быть хорошая жизнь настанет тогда, когда сейчас всё на расти перепишем, у нас в compile time всё будет отлавливаться. И в Java тоже самое. Мой любимый вопрос, у меня даже два ответа приготовлены. Первый ответ очень простой, это не произойдёт до того, как я уйду на пенсию. А второй ответ немножко более сложный. Люди, которые пользуются Rust, тоже почему-то пользуются адрес-санитайзером. Интересно, почему? У меня, конечно, есть тоже ответ, почему. Потому что на Rust очень сложно полностью избежать ансейв-кода. И если даже у нас один процент ансейв-кода в проекте, то значит мы проблему уменьшили всего лишь в сто раз. Сто раз это как раз именно всего лишь, потому что кода в современном мире так много, что даже один процент от багов это тоже будет очень много. Так что я не думаю, что с Rust проблем куда-либо денется. Может быть, отодвинется на второй план, но не исчезнет. То есть пока на Rust мало кода, там они проблему решили. Когда станет много кода, проблема снова появится. Нет, они даже и сегодня-то не решили проблему. Я видел несколько use-автофри в Rust. Они существенно уменьшили масштаб проблемы, что, безусловно, потрясающий результат. В общем-то, да, наверное, можно согласиться. Даже в той же самой Java, которая так много рассказывает о том, насколько она безопасная, ошибки в продакшене бывают. И, в общем-то, JVM сама валится. И JVM сама написана на C++. И тут тоже могут возникнуть примерно такие же проблемы. Может быть, даже не по вине разработчика, которые пишут на Java. Согласен. У меня с Java история интересная. Я когда учился на первом курсе, к нам в университет пришли люди из Java и очень сильно ее рекламировали как решение всех проблем с безопасностью. А когда я пришел на свою третью или четвертую работу, первое, что я увидел в тренинге, это что у вас в корпоративном браузере выключено Java, потому что слип проблему с безопасностью. Справедливо. Ну что, готовы начинать? Давайте, поехали. Итак, спасибо, что пришли. Хотя, к сожалению, я вас не вижу вживую. Меня зовут Костя. Я работаю в Гугле 13 лет. И мой сегодня доклад будет про нахождение ошибок в C++ всей толпой в продакшене. Доклад по-русски, слайды по-английски. Я заранее прошу меня простить за англицизмы. Я очень редко делаю доклады по-русски, и у меня вся терминология в голове крутится по-английски. Но я буду стараться. Поехали. Значит, я немножко поговорю про общую проблему memory safety, безопасность использования памяти в C++. Я поговорю про наш относительно новый инструмент, который называется GWIP-ASAN. Также, почему он так называется. Я объясню про алгоритм, и я также расскажу, как мы этот инструмент используем. Немножко поговорим, можно ли считать этот инструмент инструментом для, собственно, безопасности. Подумаем и пофантазируем про похожие инструменты для других типов ошибок. И в конце у меня будет такой вклеенный блок про совсем другое, но в том же духе. А именно про железячное решение той же самой проблемы, которая называется ARM Memory Tagging Extension. Поехали дальше. Так, значит, этот слайд очень-очень густой, такой нагруженный, потому что он отражает некоторую суть проблемы. Значит, о чем мы, собственно, сегодня будем говорить? Мы говорим о проблемах с небезопасным использованием памяти в C++. Я думаю, что все присутствующие, кто писал на C++, в C++, не знаю, больше 100 строк кода, сталкивался с проблемами, такими как использование удаленной памяти, keep use auto free, или использование памяти за границей массива, buffer overflow. К сожалению, даже в суперсовременном C++ таких ошибок полностью сбежать не получается. Если мы возьмем статистику за последние несколько лет по CV, как CV расшифровывается, common vulnerability, что-то там. Ну, то есть, security ошибки, которые получили высокий рейтинг, как очень опасный. То больше половины всех CV по всей индустрии – это use auto free или buffer overflow. То есть, это проблема номер один в том, что касается безопасности C++ кода. К сожалению, не получается полностью избавиться от этих проблем статически. То есть, мы можем смотреть на программу внимательно, натравлять на нее какой-то сложный статический анализ, и все равно все не поймаем. Существуют инструменты динамического анализа. Моя команда приложила руку к нескольким из них, таким как Asan и Hardware Asan Adress Anitizer. Hardware Adress Anitizer. До этих инструментов моя же команда внедряла Valgrind в Google, и мы его очень любим и до сих пор очень уважаем, хотя уже не используем. Эти инструменты находят практически все баги, которые случаются во время исполнения. Но, к сожалению, человечество так и не научилось писать тесты, которые бы полностью отображали, которые бы полностью отражали действительность в продакшене. Поэтому все, что в тестах не случается, мы не ловим. Использование этих инструментов в продакшене очень болезненно, почти невозможно, потому что динамические инструменты данного типа имеют очень большие накладные расходы. Тем не менее, у нас есть некоторое количество отчаянных пользователей, которые используют Adress Anitizer и Hardware Adress Anitizer в продакшене, почти в продакшене. Это называется канарейки. То есть маленькая часть продакшен-кластера выделена под специальный билд, который в 2-3 раза медленнее, потребляет больше памяти, и на него пускается часть трафика настоящего или часть заполненного трафика. И в последние годы мы стали очень хорошо понимать, что вот эти вот канарейки, они на самом деле довольно много ловят того, что не поймалось с тестами. То есть это лишний раз доказывает, что тесты никуда не годятся. Без них нельзя, но они недостаточны. Кроме тестов и канареек, есть другое очень важное направление, это фазинг. То есть это вид тестирования, который мы делаем сильно раньше продакшена, который позволяет нам существенно увеличить покрытие тестов. То, что мы видим, скажем, в браузере хром, фазинг находит примерно в 10 раз больше ошибок, чем классическое тестирование, но все равно даже с фазингом ошибки в продакшен пролезают. Следующий такой забор, который мы построили, это называется hardening, я даже не знаю, как по-русски, усиление, зазаборивание, что-то такое. Много разных технологий, есть control flow integrity, есть специальные усиленные, такие защищенные молоки. Все эти вещи, они блокируют некоторые виды атак, например, хорошо известный ROP, return-oriented programming, но, к сожалению, эти способы не решают корень проблемы, и поэтому некоторые атаки все еще возможны. В ближайшем будущем мы ожидаем решений в железе. Самое ближайшее, и надеюсь, в очень ближайшем будущем, это ARM-MTE, про которое я поговорю позже. Данное железячное решение позволяет находить баги в продакшене. Это очень большой шаг вперед, но, во-первых, еще очень долго он не будет доступен для всех пользователей C++, а, во-вторых, к сожалению, это не является 100% решением. Поговорим подробнее. Фух, большой был слайд, может быть, вопросы по этому слайду пока есть? По этому слайду пока вопросов нет. Поехали дальше, спасибо. Так, этот слайд поменьше, но зато разноцветный. Что за имя такое? Гвипасан, про что я, собственно, сегодня буду рассказывать. У нас есть официальная расшифровка, она такая рекурсивная. Гвипасан, это Гвипасан will provide allocation sanitization. А есть изначальная внутренняя расшифровка, откуда у нас такое странное имя взялось, и почему там буква В гугле внутри есть инструмент, который называется GWP, поскольку очень сложно произносить, англоязычные люди его произносят как Гвип, и там вот есть вот это самое необычное буква Google White Profiling, это есть публичная статья, так что я не раскрою никаких секретов. Это инструмент, позволяющий снимать профиль в смысле производительности, в смысле использования памяти, со всего продакшена в гугле. То есть мы знаем, какая функция потребляет больше всего тактов, какая функция выделяет больше всего памяти и так далее. И у нас есть инструмент Adres Sanitizer, который, возможно, многие из вас знают и даже используют, который находит баги в C++ коде во время исполнения. Так вот, GWP, Asan это не GWP и не Asan, но имя инструмента отображает, что, собственно, он делает. GWP, Asan это инструмент, который находит ошибки использования памяти, только HIP, только куча, с маленькой вероятностью. Но зато он это делает очень быстро. Давайте посмотрим, Идея очень старая. Есть такой инструмент Electric Fence. Этот инструмент был изобретен, когда я пошел в первый класс школы. Сколько ему? Лет 37, наверное, уже. Нет, 35. Много. он находит buffer overflow при помощи защищенных страничек. Значит, когда мы делаем аллокацию, malloc или new, мы выделяем целую страницу или некоторое количество страниц. потом мы аллокацию выравниваем по границе страницы или направо или налево. Здесь на рисунке вот эти зелененькие квадратики от аллокации, они обе выравнены направо, но мы можем их выравнивать налево также. И между аллокациями у нас странички защищенной памяти. Если говорить про Linux, то это mprotect prot non. То есть в эту память нельзя ни читать, ни писать. соответственно если пользовательская программа трогает память вот зелененькую, то все хорошо, все работает. Как только пользовательская программа пытается дотронуться до красной памяти, происходит ошибка исполнения segmentation fold и мы можем сообщить об ошибке. UseAutoFree работает похожим образом. Как только мы память освобождаем, мы всю страницу закрываем от чтения записи и соответственно если после закрытия страницы память продолжает использоваться, мы опять получаем segmentation fold. Инструмент замечательный, он находит ошибки, он находил ошибки до того, как я узнал, что такое C++. Он не нуждается в компиляторной инструментации, это просто библиотечка, которую можно прелинковать даже в стартапе или в линктайме похоже сам электрикфен существует на линуксе и на разных других юниксах, но на маке и на виндоусе тоже есть аналоги. Один из них называется пейдж хип, если я правильно помню, другой хип гард или пейдж гард, что-то такое. Но не все так хорошо, собственно. Если бы все было хорошо, то мы бы на этом установились, но инструмент очень тяжелый, очень дорогой. Во-первых, он приводит к фрагментации хипо-чудовищной, и мы можем наблюдать использование памяти вплоть до ста-кратного увеличения использования памяти. Во-первых, потому что аллокации станутся очень большими, во-вторых, потому что у нас все фрагментируется сильно и очень медленно. Во-первых, потому что много памяти используют, а во-вторых, потому что каждая аллокация и диаллокация это как минимум один системный вызов. И к величайшему сожалению, этот подход не работает ни для чего, кроме совсем маленьких тестов. Мы пробовали, у нас не получилось. Гвыпасан это очень старая идея с маленькой добавочкой. Мы делаем самплинг. То есть, когда в библиотеке молок приходит запрос на локацию памяти, мы подкидываем кривую монетку и с вероятностью 99% и несколько девяток после точки, мы делаем все как обычно. То есть, мы выполняем быструю аллокацию памяти. И с очень маленькой вероятностью, примерно одна стотысячная, мы делаем то же самое, что делает Electric Fence. Мы аллоцируем наш блок в отдельной странице или в нескольких отдельных страницах, закрываем странички по краям и когда у нас случается free, мы соответственно эти странички закрываем и держим закрытыми некоторое время. Собственно, весь логаритм я объяснил. Очень просто, надеюсь. Какие-нибудь вопросы пока есть? Есть. Есть вопрос на тему именно guard page, вот спрашивают, что это прям-таки page, то есть страница, ошибки на стейке не найти и, соответственно, меньше 4-х килобайт не получится выделить память. Насколько я понимаю, здесь вообще минимум две страницы придется выделять, даже если ты делаешь new char, а максимум три. Ну, если мы опять-таки new char делаем, потому что по краям страничка еще по середине страничка. Все правильно. Значит, гранулярность у нас 4 килобайта на большинстве систем, минимальный размер страницы. То есть, когда мы говорим молок один, мы в любом случае отдаем 4 килобайта. Это часть стоимости. И с обоих краев нам нужна одна страничка справа и слева, которые будут закрыты, но физическая память на это не тратится, на это тратится только виртуальная память. То есть, это не так дорого, это не так страшно. Дорого то, что мы должны их держать, то, что мы их должны закрывать. Но в нашей реализации они у нас всегда закрыты. То есть, у нас такая шахматная доска из страничек, часть из которых всегда закрыты, вот как эти красненькие, а часть из них мы открываем, когда лоцируем, закрываем, когда диаллоцируем. И возвращаясь к первой части вопроса, про стек у нас решения в таком духе нету, пока. И второй там вдогонку вопрос, диалокацию для случайной проверки надо каким-то образом, надо ли каким-то образом отслеживать, то есть, все диалокации страдают? Видимо, вопрос в том, есть ли какой-то иф, вы же должны знать, как именно мы аллоцировали. Прекрасный, очень хороший вопрос, прям моя аудитория, спасибо большое. У нас есть иф в функции фри, и в той реализации, которая для нас наиболее критична с точки зрения производительности, мы умудрились сесть поверх существующего ифа, то есть, в функции фри уже был иф, и мы использовали его же, поэтому мы не добавили ни одного нового. И поэтому производительность быстрого пути во фри у нас не изменилась. И вдогонку от меня личный вопрос, я правильно понимаю, что молок здесь через интерсепторы перехватывается, так же, как под рассанитайзеры, или как-то иначе? Нету одного ответа, потому что у нас есть как минимум четыре разных вариантов гвипасана, в одном из них это просто другой молок, то есть, у нас нет никаких интерсепторов, в двух других у нас что-то вроде интерсепторов или раперов, как хочешь называть, а в четвертом это тоже свой собственный молок отдельный, то есть, нам не обязательно интерсептить системный молок, мы можем полностью подменить системный молок, это тоже вариант, и в зависимости от того, где мы используем, у нас оба варианта используются, я буду говорить про это подробно. Вроде бы больше вопросов пока нет. Большое спасибо за вопросы, это значит, что вы еще не спите. Так, поговорим, как мы собственно используем, где мы это используем. мы используем Гвы Пассан в трех основных местах. Chrome, Google Chrome, серверная часть и Android. Значит, в Google Chrome мы это используем уже больше года на Windows и на Mac. По-моему, больше ни на каких системах. И в этом месте я могу показать ссылочки. Большая часть из этой информации публично. Слайды, насколько я понимаю, будут доступны после доклада. Вы сможете покликать на ссылки. Соответственно, у нас есть хромовская страничка с документацией, я не буду на ней останавливаться. И довольно большое количество багов, которых мы нашли в хроме, уже публичные. Так, вроде должно быть видно на экране. Значит, вот это бага, которая рапортуется в таком почти автоматическом режиме. То есть, человек, в данном случае, Мэтт Дентон, который анализирует баги, он смотрит во внутренней системе, и если ему нравится баг, он нажимает кнопку, она уходит в систему баг-трекинга. Значит, что мы видим? Мы видим keep use автофри, на каком-то адресе, размер локации, типы локаторов. В хроме есть несколько локаторов, соответственно, бывает, кроме молока, что-то еще. Дальше у нас есть stack trace, где у нас случился доступ в память плохой, в данном случае memcopy, в данном случае это, кстати, на Windows. Потом у нас есть stack trace, где случился free. И у нас есть stack trace, где случилась локация. Для тех, кто знаком с wallgrind или с адрес sanitizer, вы можете видеть, что информация предоставляется ровно вся та же самая, как и в Asani. Так, и в хроме эта штука включена по умолчанию. То есть, если вы пользуетесь хромом на Windows или на Mac, то ваш браузер с очень маленькой вероятностью будет ловить ошибочки. При этом, если у вас включена галочка отправлять сообщения разработчику, отправлять статистику, то эти сообщения приходят к нам, мы их в автоматическом режиме, естественно, складываем в бакеты и анализируем. И, более того, мы их чиним, что самое важное. В серверной части происходит примерно все то же самое, только я не могу показать вам баг репорта сейчас. Выглядят они очень похоже. В андроиде, в последнем, в последней версии андроида Android R, которая вышла месяц или полтора назад. Эта штука включена по умолчанию для всех системных процессов, то есть все, что написано собственно Google Android и вендорами девайсов, такими как Samsung, Qualcomm, Mediatek и так далее, для всех этих процессов Глупасан включен по умолчанию, мы получаем репорты, также букетизируем их и пытаемся чинить успешно. Инструмент также доступен для разработчиков прикладного программного обеспечения, выпасан там выключен по умолчанию, но включить в силах самого разработчика для этого нужно добавить одну строчку в манифест аппликейшн вся документация есть, поэтому если вы вдруг разрабатываете Android приложение использующее нативный код, как правило это наверное будут игрушки или что-то еще очень требовательное к скорости. Инструмент доступен для вас, пожалуйста пользуйтесь. В качестве анонса хочу похвастаться, что мы уже сделали похожий инструмент для ядра Linux, все, что я говорил до этого относится к юзерспейсу, мы сделали очень похожую вещь в ядре, она называется K-Fence, это отсылка к инструменту Electric Fence, а это Kernel, соответственно пока это нигде не доступно, пока это только патч, который ждет того, чтобы доехать до Майнлайна, но будет скоро, уже можно пробовать, если вы очень хотите. Какие у нас результаты? Значит, в хроме мы нашли порядка 140 ошибок за полтора года, если вы кликните по этой ссылке, когда будут слайды доступны, то вы увидите наверное примерно половину, дело в том, что большая часть из этих ошибок считается как ошибки безопасности и они становятся публичными не сразу, соответственно вы будете иметь доступ к тем ошибкам, которые уже открыты за истечением срока годности. В продакшене несколько тысяч ошибок, причем мы считаем только пофикшены, там есть некоторое количество репортов, которые не фиксятся, мы подозреваем, что это просто код, который исполнили и выбросили, и фиксить было никому не интересно, поэтому мы считаем только ошибки, которые кто-то исправил. И в андроиде, несмотря на то, что мы только-только начали, буквально мы запустились полтора месяца назад, а до этого несколько месяцев в бете, у нас уже 80 или даже больше трофеев, большая часть из них починена или в процессе починки. Интересная у нас статистика, подавляющее большинство ошибок, которые мы находим, это use auto free. Несмотря на то, что когда мы тестируем, когда мы делаем обычное тестирование, use auto free и buffer overflow у нас примерно пополам. Почему так, я не знаю, может быть, потому что тестирование легче находит переполнение буфера. Сам хотел бы знать. А как у нас с вопросами, Леш? У нас есть один вопрос, и он перекликается с тем вопросом, который у меня тоже возник. По сути, это один и тот же. Вопрос, что с кастомными аллокаторами? Например, для адреса санитайзера, я, если делаю какой-то свой локатор, который молок, например, вообще никогда, ну, один раз зовет, потом на этом пуле памяти работает, вот, я могу отравить уже нехорошую память через Asan Poison Memory Region. И там у меня гранулярность будет 8 байт. Ну, по умолчанию, если ничего не предпринимать. Вот, а тут что-то такое можно сделать с GWP Asan или нет? Можно как-то подружить? Спасибо за вопрос. Безусловно, можно и нужно. Пару слов хочу сказать про кастомные аллокаторы и обычный Asan. У обычного Asana действительно есть API, который позволяет отравить регион памяти, но добиться от этого IP, чтобы он так же хорошо работал, как стандартный аллокатор в Asana довольно сложно, потому что Asana нужен карантин и родзоны и много еще чего, поэтому, когда вы пользуетесь кастомным аллокатором и Asana для отравления памяти, вы, вероятно, теряете часть функциональности. Но перейдем к GWP Asan и, собственно, я про это буду рассказывать через слайд или два. То есть, я отвечу на вопрос через слайд или два. Значит, откуда мы берем GWP Asan? В первую очередь GWP Asan живет в репозитории LVM, в компайлер RT, там же, где живут все санитайзеры. Все open source, все доступно, пожалуйста, берите. И из коробки Out of the Box его можно использовать с аллокатором, который называется SCUDA. Это альтернативный системному молоку аллокатор. Чтобы его использовать, нужно на линковку подать F-Sanita из SCUDA. Кстати, наверное, этот слайд устарел, он работает не только на X86, он еще и на ARMY тоже работает. Кроме как используется SCUDA, GWP Asan можно относительно легко проинтегрировать с другими аллокаторами, про что сейчас поговорю. но пока простой пример. Значит, как мы можем убедиться, что GWP Asan работает? Давайте возьмем простой примерчик с useAutoFree. Это мой любимый. Здесь у нас C++ 17-й со string view. Никаких new, никаких delete-ов, никаких молоков. Но тем не менее здесь спрятан очень коварный useAutoFree в этом коде. Этот useAutoFree легко находится Asan, легко находится Walgrind, и он также легко находится GWP Asan. Для этого нужно слинковать данный код с тем молоком, который поддерживает GWP Asan. Здесь пример SCUDA. И запустить много раз. Значит, в данном примере мы выставляем опцию sample rate 500. Это довольно агрессивная опция, которая говорит, что один из 500 разов, когда мы производим локацию, у нас идет через GWP Asan. Это довольно дорого, годится для тестов, но вряд ли годится для продакшена. Дальше мы запускаем наш код еще раз. В один из этих запусков мы с очень большой вероятностью найдем ошибку, и дальше сообщение об ошибке очень похоже на Асановское. У ошибка, у нас есть место, где была произведена диалокация. Локация тоже будет. Еще раз хочу уточнить, что данный инструмент, его, конечно, можно использовать в тестировании, но основная его польза именно при запуске в продакшене на большом масштабе. Как мы используем его с кастомным мемориалокатором, возвращаясь к вопросу? Очень просто. У нас есть класс, который называется Guarded Pool Locator. Нам нужно создать один объект такого типа в нашей программе. Нам нужно его пронициализировать где-то в самом начале. Он потребляет опции через переменное окружение, то есть можно его регулировать sampling rate и какие-то еще другие свойства. И потом в том молоке и в том free который мы используем наш молок или наш аллокатор мы должны вставить по одному ифу. Значит первый иф в молоке мы вызываем наш объект и спрашиваем хотим ли мы самплить. То есть там внутри какой-то счетчик спрятан какие-то случайные числа генерации и на быстром пути все что у нас происходит это инкремент и load. То есть вот этот вызов он превращается в 3-4 инструкции одна из которых трогает память. Это относительно недорого. Дальше под этим ифом если мы таки хотим самплить мы вызываем гардлит локад внутри фри мы также вставляем один единственный иф который проверяет что pointer принадлежит пулу наших защищенных локаций и если это действительно так то мы выполняем некоторое медленное действие вот эта операция pointer is mine она довольно сильно зависит от реализации в некоторых реализациях она требует один доступ в память в некоторых реализациях она требует ноль доступа в памяти соответственно это тот самый это то что мы платим на быстром пути локатора почти во всех случаях стоимость вот этих двух ифов ноль мы не можем померить их стоимость она очень маленькая гвы пасан в лвм это не единственная наша реализация у нас также есть реализация в другом локаторе tsmalloc это другой гвы пасан другой код очень похожий там есть общие куски но тем не менее это другая реализация в чем разница scudo это аллокатор в первую очередь ориентированный на security он такой его можно заметить в профиле он довольно быстрый но тем не менее он сколько стоит tsmalloc это аллокатор который мы используем в продакшене он супер быстрый но про security он вообще не думает он не про security соответственно гвы пасан в нем другой потому что другие мы оптимизируем другие свойства есть гвы пасан в хроме в хроме все все локаторы свои интерсепторы локаторов свои и так далее поэтому хромовский гвы пасан тоже специализированный соответственно и tsmalloc и scudo и chrome хромовский гвы пасан все опенсорсное и можно пользоваться тем который вам ближе какой больше нравится чтобы попробовать для первого эксперимента scudo самый простой немножко то что называется small print плохих новостей сначала хорошие новости гвы пасан инструмент очень простой и вы можете использовать любую из наших реализаций в тсмалоке в лввм в scudo или в хроме или вы также можете написать свою собственную на коленке это не сложно в отличие от асана это действительно очень простая вещь например mozilla для файерфокса ребята из mozilla решили написать свой собственный и в их контексте я думаю что это правильное решение у них очень большая система им проще им проще поддерживать свое кастомное решение сложная часть это что происходит после собственно после того как гвы пасан обнаружил ошибку и распечатал репорт скажем в stdr или там куда-нибудь еще дальше нужно собирать сообщения об ошибках из продакшена символизировать их агрегировать трекать что с ними происходит подтверждать фиксы одна из интересных вещей что иногда нужно игнорировать false positive которые случаются из-за космических лучей я в данном случае совершенно не шучу что мы наблюдаем что если у нас есть миллиард пользователей в нашей системе и у пользователей компьютеры без и сиси памяти то есть обычные лаптопы обычные недорогие десктопы то космические лучи вышибают вышибают биты в памяти и поэтому в результате вот сломанных указателей получаются ошибки памяти это не си плюс плюсные ошибки но тем не менее код доступается к неправильной памяти и мы это видим это тоже надо игнорировать как правило это случается в десктопных приложениях на 32 битах 64 битах это очень редко а в серверных приложениях почти не случается потому что там и си си память при этом нам нельзя игнорировать сообщение об ошибках которые случаются один раз потому что как правило это такие настоящие ошибки мы очень много ошибок видим по одному разу мы их чиним это хорошие ошибки правильные и одна из одна из проблем с гвпосаном по крайней мере в некоторых случаях это как быть с приватностью пользователя то есть нам нужно нам нужно получить сообщение об ошибке при этом не скомпрометировать приватность пользователя все эти проблемы мы решили в своих своих дипломентах но для вас возможно придется эти проблемы решать заново вероятно самым простым способом решить все эти проблемы используя готовое решение это взять соответствующий код из хрома я знаю что многие опенсорсные проекты используют хромовский хромовский пайплайн для крэш репортинга он так называется крэш какие-нибудь вопросы пайплайн пайплайн единственное что там человек хочет уточнить и я тоже хочу уточнить на тему внедрения губ пассанов свои аллокаторы имеется ввиду C++ аллокаторы мы мы не молок свой делаем а именно C++ аллокатор я правильно понимаю что если мы хотим это внедрить получается что если так кости легли что мы не должны сейчас этот очередной объект аллокировать через гвип аллокатор мы его аллокируем как обычно ну там говорим что бери вот этот адрес из нашего непрерывного скажем блока памяти если же мы должны через гвипассан это делать то мы говорим гвипассан дай нам пожалуйста новый кусочек памяти он где-то в другом месте это дело аллоцирует не в нашем непрерывном куске эффективном а где-то там и мы уже потом это дело будем использовать и возвращать пользователю и соответственно при диалокации когда мы пул памяти наш убиваем или там освобождаем мы тоже должны заморочиться что надо не только вот этот непрерывный кусок убить но еще и сходить позвать гвипассан ну столько раз сколько он там навыделял все верно все верно причем я еще раз повторю гвипассан очень простой поэтому если вы заморачиваетесь со своим каким-то сложным пул аллокатором то вероятно проще всего написать свой гвипассан с нуля в вашем аллокаторе чем пытаться прикрутить наш если вы посмотрите собственно код гвипассана в лвм я не помню точно но меньше тысячи строк по-моему это маленькая штучка ну единственное что там единственная там сложность это сделать адекватный репортинг насколько я понимаю чтобы там стактрейс был адекватный чтобы по всем продам стактрейс был символизация вот это вот все то есть бэйджфолд получить да бэйджфолд получить просто адекватно отрепортить это сложнее совершенно верно спасибо за вопрос пока вроде да вроде бы больше пока вопросов нет так значит поехали дальше где где у нас гвипассан в девелопер воркфлоу мы пользуемся гвипассаном не от хорошей жизни это это как сказать у нас последний последний этап и конечно же конечно же пожалуйста ищите ошибки в своем ходе другими способами тестирование санитайзеры статический анализ фазеры все что у вас есть то что называется shift left к сожалению наша практика показывает что мы все не ловим и по крайней мере на нашем масштабе тысячи багов просачиваются в продакшн и отравляют нам жизнь поэтому мы вынуждены использовать гвипассан но мы можем мы можем попытаться построить обратную связь из гвипассана в традиционное тестирование или фазинг что мы пытаемся делать в некоторых случаях успешно но пока пока только вот начинаем учиться это получив ошибку из гвипассана из продакшена мы пытаемся понять как мы можем эту ошибку найти традиционным способом понятно что самый простой способ это написать regression тест и убедиться что этот regression тест ловит ловит ошибку обычным фасаном или валгрином или еще чем-нибудь это фактически обязательно я всегда когда у меня есть возможность настаиваю на таком решении но недостаточно нам как следующий шаг нужно пытаться написать фазер который находит эту же ошибку у нас было несколько случаев уже когда мы находили гвипассаном ошибку после этого писали фазер с целью найти эту же ошибку в фазинге и этот фазер находил еще несколько других ошибок и такой подход хорош тем что мы получается находим места в программе которые плохо оттестированы или плохо отфажены и мы можем сфокусировать наше внимание в фазинге или в тестировании на вот этих больных местах безусловно надо также стараться находить паттерны которые ловятся статическим анализом и не всегда возможно но по крайней мере один одно направление хочу озвучить в свежим кланге есть такой ворнинг статический анализ wdangling gsl который может находить некоторое некорректное использование stringview stringview к сожалению очень способствует появлению useAutoFree в современном C++ коде и вот этот статический анализ доступный в современном компиляторе кланг он позволяет находить довольно много случаев не все но много и мы также замечали что в нашем коде бывают паттерны которые специфичны для нашего кода то есть для наших библиотек и так далее и мы пытаемся эти паттерны закодировать в виде новых ворнингов или кланг тайди чеков и так далее так что GWPASAN это хоть и очень далеко в продакшене но мы пытаемся использовать его результаты чтобы находить ошибки раньше несколько слов про безопасность и GWPASAN можно ли считать GWPASAN инструментом непосредственно для безопасности простой ответ нет этот инструмент не обеспечивает безопасность потому что если у нас есть какая-то ошибка то из 100 тысяч атак 99 тысяч атак пройдут успешно и атакующий достигнет своего результата конечно если атака если эксплойт состоит из цепочки нескольких memory safety уязвимостей то вероятность становится чуть-чуть лучше но именно что чуть-чуть конечно если мы используем GWPASAN и чиним те ошибки которые мы наблюдаем то общая безопасность становится немножко лучше может быть даже существенно лучше все равно GWPASAN нельзя считать непосредственно инструментом для улучшения безопасности тем не менее мы думаем что может быть он немножко меняет какую-то ситуацию в вот этой гонке безопасников с атакующей стороной насколько мы можем судить по внешним признакам разработка эксплойтов разработка атак исключительно дорогостоящие занятия много людей этим заняты большая индустрия и это действительно стоит много денег по крайней мере если мы хотим атаковать какую-то большую цель которая хорошо защищена и наше предположение наша надежда и наша область деятельности это сделать так чтобы широкое использование GWPASAN поменяло поменяло стоимость поменяло соотношение стоимости атаки к количеству раз сколько можно эту атаку использовать потому что если какой-то конкретный эксплойт используется очень много раз то GWPASAN повышает вероятность обнаружения и того что мы починим ее пока это все как сказать пока это все наши надежды реальных результатов у нас нету возможно в будущем мы сможем сделать что-то чтобы увеличить вероятность нахождения ошибок при помощи GWPASAN не одна из 100 тысяч скажем один из тысяч или сделать нахождение этих сделать GWPASAN локации существенно непредсказуемыми то есть чтобы атакующая страна никак не могла их обойти но повторюсь это это все про будущее я пропущу этот слайд и я наверное пропущу этот слайд мы совсем коротенько мы пытаемся делать инструменты похожие на GWPASAN которые будут находить другие типы ошибок у нас есть прототип для дейтерейсов для гонок и у нас есть идеи как сделать похожий инструмент для стековых ошибок и похожий инструмент для ошибок типа integer overflow и так далее но дальше прототипы мы не продвинулись что у нас с вопросами Леша ну прям таки по слайдам особых вопросов нет единственный есть вопрос проговорить шаги про deployment в своем проекте для чтобы GWPASAN там заюзать это наверное после слайдов можно потому что у нас 25 минут где-то осталось хочется эту тему успеть да значит переключаемся на другую тему она про те же самые ошибки использования памяти но совсем совсем другой инструмент инструмент называется memory tagging в железе что такое arm memory tagging это расширение arm64 инструкций анонсировано пару лет назад есть публичный спек есть симуляторы нету железа то есть мы пока мы пока не можем убедиться как хорошо оно работает но мы можем попробовать на маленьких примерчиках в куэму или в армовском специализированном симуляторе если объяснять одной фразой что это такое это железячный осан на стероидах мы ожидаем то есть мы точно знаем что эта штука будет стоить нам 3 от 3 до 5 процентов по памяти это можем измерить и мы надеемся что в плане времени это будет нам стоить несколько процентов волклока или цепу тайма к сожалению пока это надежды потому что железа нету как она работает во первых это только 64 битная к сожалению для маленьких embedded девайсов на 32 битах у нас нет у нас нет решения похожего данное расширение вводит понятие двух типов тегов первые теги у нас соответствуют каждым 16 маленький 4 битный тег соответствует 16 битам памяти и второй тег у нас хранится в 64 битном указателе в верхнем байте когда происходит инструкция load или store железо сравнивает оба тега он берет тег из памяти и берет тег из указателя и если эти теги не совпадают то возбуждается exception исключение и есть несколько новых инструкций для того чтобы манипулировать этими тегами как софтвер будет пользоваться данным инструментом мы должны во время локации или стека или хипа протегировать память и протегировать pointer когда мы лоцируем память опять или стек или хип мы должны эту память выровнять на 16 все объекты у нас теперь выровнены на 16 мы должны каким-то образом выбрать 4-битное значение случайное сойдет мы должны положить этот тег в старшие биты pointer и мы должны положить этот же тег в теги памяти для этого существуют специальные инструкции это как раз магия железа в этом заключается когда мы деаллоцируем память мы должны выбрать какой-то другой случайный тег и перетегировать память давайте я попробую показать это на разноцветных слайдах как это работает допустим пользователь просит выделить 20 байт при помощи оператора new в этот момент размер 20 у нас выравнивается до 16 то есть он получается 32 и пользователю возвращается участок памяти в 32 байта две гранулы по 16 вот они зелененькие в данном случае и в указатель в старшие биты тоже кладется тот же самый тег значит тег у нас зеленого цвета и имеет 16-ричное значение а соседняя память с этими двумя зелеными гранулами имеет какие-то другие теги какие-то другие цвета после того как мы удаляем эту память передаем оператор делит память у нас перекрашивается из зеленого в фиолетовый если у нас после удаления кто-то использует эту память то pointer все еще будет зеленый а сама память будет уже фиолетовая и мы найдем use auto free очень похожая ситуация с buffer overflow если пользовательская программа трогает память за границей вот этих вот вот этой памяти выровненной на 16 в данном случае у нас будет тег в адресе зеленый а тег в памяти будет синий у нас тоже произойдет exception в этой в этой схеме мы играем опять же с вероятностью значит если мы выделили 20 байт то доступ в 20 элемент то есть на единичку за границу он не будет найден вообще у нас есть способы немножко улучшить эту ситуацию но в самом простом в самой простой ситуации мы не найдем эту ошибку если мы трогаем память за границей по модулю 16 то есть 32 байт или минус первый байт то вероятность нахождения ошибки у нас где-то между 90 и 100 процентами в зависимости от реализации в самом простом случае 93 процента потому что тегов у нас всего 16 разных и с вероятностью 1 16 у нас соседний тег тоже будет такой же но мы можем в софтвере эту вероятность повысить разными трюками если мы трогаем какую-то память очень далеко то то какой там будет так мы совсем не контролируем и поэтому вероятность возникает 15-16 нахождение ошибки когда мы удаляем память и пытаемся ее трогать у нас также вероятность порядка 93 процентов нахождения но у нас есть некоторые вторичные механизмы которые позволяют довести до 100 процентов но это стоит некоторых дополнительных затрат а это я пропущу значит что у нас еще раз повторюсь что у нас ожидается с стоимостью это удовольствие будет стоить от 3 до 5 процентов по памяти если мы инструментируем стек то нам это обойдется в 2-4 процента размера кода если мы не инструментируем стек то код вообще не меняется и мы ожидаем что нам это будет стоить меньше 5 процентов по ЦПУ использование электричества скорее всего изменится пропорционально использование ЦПУ но мы это узнаем только когда получим железо как мы ожидаем что МТЕ будет использовано в первую очередь это конечно же тестирование в лабораторных условиях и можно МТЕ рассматривать как просто следующую турацию адрес санитайзера он будет лучше он будет быстрее дешевле проще и так далее но это не единственное его хорошее свойство второе важное свойство что мы сможем использовать МТЕ в настоящем продакшене примерно как глыб асан но вместо вероятности в одну тысячную в одну из ста тысячную обнаружение ошибки у нас будет вероятность порядка 93 от 93 до 100 процентов то есть очень хорошая вероятность возможно для самых критичных по производительности приложений мы все равно будем вынуждены саплить то есть в тех случаях когда 5 процентов производительности нам очень дорого мы все равно будем делать мы все равно будем включать МТЕ иногда но сильно чаще чем гуи пасан дает и в конце концов мы ожидаем что memory тегинг будет очень серьезным препятствием для атакующих скорее всего подавляющее большинство существующих методов атаки будет закрыто я ожидаю что атакующая сторона придумает новые атаки то есть гонка вооружений продолжится но на этом витке мы по крайней мере получим некоторое существенное преимущество это я пропущу значит одно одно важное замечание что МТЕ позволяет тестировать старый код даже без перекомпиляции достаточно запустить старый код с новым липси на новом железе и все существующие ошибки использования хипа будут автоматически находиться со стеком все сложнее со стеком нужно перекомпилировать код в качестве что я что я хочу есть слайды, все можете прочитать, изучить и можете написать сами. Эта штука довольно простая. ARM-MTE это наше относительно ближайшее будущее, по крайней мере для тех, кто сможет использовать новое железо с ARM-64. У нас также есть несколько блокпостов, несколько whitepaper от нас и от ARM. Есть довольно подробная статья Microsoft про то, что они думают про security и memory tagging. Если у вас есть контакты с вашим вендором чипов, пожалуйста, попросите его дать вам МТЕ побыстрее. У меня все и у нас есть 13 минут на вопросы, после чего я буду в отдельном зум-коле, где у нас будет дискуссия. Спасибо. Спасибо. У нас есть вопросы. Ну, начну с конца, на тему МТЕ. И тут сразу же вопрос, походу. Почему нет железа и когда будет? И у меня от себя еще вопрос в этих же рамках. Я видел, что в LLVM, в кланг и в toolchain от Apple добавилась соответствующая опция. Сейчас скажу, как называется. По-моему, называется F-sanitizer, да, F-sanitizer mem tag. Соответственно, в кланге и LLVM это уже есть, компилятором поддерживается. И у меня вопрос, как это тестировалось, на каком железе. И, соответственно, вопрос, когда будет железо? Давайте попробую отвечу. Значит, первый вопрос, когда будет железо, очень простой. Не скажу, потому что не могу. Второй вопрос, почему нет железа? Ответ такой. Мы попросили ARM два года назад, если не ошибаюсь. За два года железо не делается. По крайней мере, такое-такое массовое, такое большое и такое дорогое. То есть маленькие контроллеры можно испечь за два года с момента появления спека до момента появления железки. Но здесь тут сам спек появился публично год назад. И индустрия на данный момент просто не умеет так быстро делать железо, к сожалению. Если вы знакомы с этой индустрией, то вы можете примерно оценить срок появления железа, но я не буду его здесь озвучивать. Как тестировало все? Мы основное тестирование проводили на так называемом ARM FVP Virtual Free Platform, по-моему, или Free Virtual Platform. Это симулятор. Он работает на обычном x86 и там частота несколько мегагерц, замедление в несколько тысяч раз по сравнению с ожидаемым железом. Если вы хотите загрузить ядро, то нужно подождать полчасика. Соответственно, после того, как загружается ядро, его можно использовать как виртуальную машину. Туда можно ссошиться, там существует баш, там можно запускать что-то. Естественно, оно все безумно медленно, поэтому все это только скриптуется и запускается в автоматическом режиме на ночь. Но простые вещи можно вполне тестировать в таком режиме, и мы это делаем. Относительно недавно появилась поддержка в QM, причем, если я не ошибаюсь, по крайней мере на момент двух недель назад. Эта поддержка даже еще не доехала до QM Trunk, она была в бранче разработчика. Но мы этим бранчем активно пользуемся уже. Соответственно, простые вещи можно делать в QM. То есть можно уже прямо сейчас попробовать? Это будет немножко болезненно, да, но суперпростые примерчики. Относительно просто попробовать в QM в юзер-моде. То есть самый простой способ для этого взять ARM-овский Linux. Если вы не знаете, где взять ARM-овский Linux, можно на Амазоне виртуальную машину за 5 минут поднять. Значит, берете ARM-овский Linux, собираете его там с вот с этим самым MemeTag. Я уже забыл флаг, который называется F-SanitizeMemeTag, и запускаете в юзер-моде QM. То есть QM просто берет бинарник и считает, что QM сама себе Linux. Можно поднять полную систему в QM, это будет сильно медленнее, но там будет настоящий полноценный Linux. Поддержка MTE в Linux будет в 5.10. То есть 5.10 это вот, 5.10 Linux это то, что выйдет через несколько недель. То есть код уже там, но бранч еще не заморожен. Можно собрать Linux-транг, там MTE юзер-спейсный будет уже работать. Кажется, я ответил на вопрос. Ну, у меня лично, вот у меня есть большая надежда, что через год-два это все до широкого консюмерского рынка доберется двумя путями. Первый путь это через Android-смартфоны, какие-нибудь новенькие выйдут уже с ARM. И второе это через Apple. У них же теперь и десктопы на ARM. И у них там M1 вот они этот процессор выкатили. Я не смог найти на каком именно, какой спеке ARM оно соответствует. Поэтому как бы у меня маленькая надежда есть, что там MTE есть, но это совсем маленькая. Так что я думаю, только через год-два они что-нибудь для этого сделают, там M2 выпустят, вот тогда заживем. Ну, не даром они в toolchain этот флаг все-таки протащили в свой. Вот. Так что останется только динозавр в виде x86 этих самых, и десктопов. Ну и какие-то сервера, которые без MTE. Примерно так. Вот. Примерно так. Так, у нас есть еще один вопрос на тему MTE. И вопрос звучит так, что не слишком ли дорого перетегировать удаленную память? Ведь часто освобождаемая память холодная. То есть я делаю дэлит, там, не знаю, 2 гигабайт блок, и что мне там надо пробежаться по всему этому блоку, его протегировать. Очень хороший вопрос. Чувствую, человек задает, который знает на собственных мозолях, как это все устроено. Спасибо. Да, действительно, перетегирование на фри – это дорогое удовольствие. И мы это дорогое удовольствие оставляем только для маленьких локаций. Для больших локаций мы будем что-то делать другое. У нас сейчас есть 2 реализации конкурирующие. Какую мы выберем, будет зависеть от железа. То есть когда железо приедет, мы будем измерять и проверять. Первая реализация – просто используют Page Protection. То есть когда у нас идет диалокация большого куска, много страниц, мы ее просто закрываем и откладываем в сторонку. Точно так же, как Vipassan работает. Для больших локаций это доступно по производительности, это недорого. Вторая стратегия, которая у нас есть, она использует хитрый трюк в ядре, когда мы перемапливаем страницы на страницы, которые заранее протегированы нужным тегом. Я даже не возьмусь подробно объяснять, как это работает. Вот писал мне я, довольно страшная магия в ядре, но вроде работает. Какая из них будет быстрее, я не знаю. Так, у нас остается 5 минут, наверное, мы успеем еще на один вопрос ответить. Ну, точно. Вопрос про Vipassan. И вопрос звучит так. Часто бывает, что эту ошибку методом пристального взгляда на стек, ну, то есть на репорт и на код. Посмотрели на репорт, посмотрели на код, и непонятно, как это чинить, и что произошло. Вот. И нужно как-то долго и трудно воспроизводить, вот, что-то еще логируется или нет, чтобы можно было проще это воспроизвести. То есть это что-то редкое происходит, и как с этим жить вообще? Увы, действительно, это некоторый факт жизни. Особенно часто это случается с UseAutoFree в результате рейса. То есть если у нас есть... Один поток удаляет память, один поток в это время ее использует, то иногда все хорошо, а иногда у нас происходит рейса, и мы используем удаленную память в другом потоке. очень болезненно, и у меня нету идеального решения. Мы, безусловно, логируем ThreadID таким образом, что если это действительно рейс и UseAutoFree, то мы, по крайней мере, видим, что доступ в память и фри произошли в разных потоках. И, да, я тебя соображу. Да, значит, по крайней мере, в одном из наших дипломентов мы также логируем стэк-трейсы соответствующих потоков, где они на момент падения, где они созданы и так далее. То есть это общая система логирования к глупасану, не привязанная специальным образом. И иногда приходится туда смотреть. Но в нашей практике, в общем, все эти ошибки, они подвергаются анализу, иногда довольно дорогому. Если сразу непонятно. Я бы так сказал, что половина ошибок, она сразу очевидна. А дальше у нас идет такая вот кривая, где длинный хвост очень дорого изучать, но большое количество ошибок все-таки поддается в разумное время. Увы, поскольку у нас нету способа репродюсить, иногда бывает сложно. Спасибо за этот ответ. И спасибо большое и за доклад, и за участие Алексея. Хочу вас не то чтобы поторопиться, но сказать, что на самом деле минут было не 5, а 3. И постепенно нужно будет передвигаться в дискуссионную зону. Доклад прямо очень интересный. Столько мелких деталей и подробностей. Хочу всем также поблагодарить активно участвующих Дениса, Тимура. Вы прямо по ходу задавали такие классные в тему вопросы. Я сидел и радовался. Надеюсь, что далее в дискуссионной зоне, ссылку на которое сейчас есть в Телеграме, и где-то здесь внизу под видео вы на нее нажмете и продолжите дальше общение продуктивно, интересно и так далее. Большое спасибо.